Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Китиса. Знаете, очень часто человек, понимая, что он что-то сделал не так, кается, раскаивается, обещает больше так не делать, но проходит какое-то время и опять то же самое. Об этом рассказывается и в этой недельной главе. Написано, сошли быстро с пути, который заповедал им. И вот кроме гнела за тот грех, который совершили люди, создав золотого тельца, было еще, как здесь сказано, то, что быстро свернули с пути. Поэтому мы должны удивляться себе, как может человек, раскаившийся в грехе, обдумавший свои поступки, снова-снова погрузиться в грех. Чтобы это понять, давайте короткую притчу. Торговец нанял извозчика, чтобы привез его в город на своей повозке. Торговец пообедал, сытно сел в повозку и задремал. Извозчик держит поводья в руках, едет километр, два, пять, потом тоже так закемарил потихоньку и заснул. Тем временем лошадь, увидев, что возле дороги там какая-то трава сочная, свернулась с дороги, туда колеса завязли и перевернулись. Вскочили все, там все такое, закричал торговец, что ты сделал, ты не усмотрел за лошадью. Стал оправдываться извозчик, это не я, я полагался на лошадь. Я ее знаю, она скотина разумная, кроме того, целых пять километров. Я бодрствовал, и она не сворачивала никуда. И говорит ему торговец, разве можно сказать о скотине, что она разумная? Ведь только когда увидит она травку какую-то, свернет туда, целых пять километров, когда ты держал вожжи, она не сворачивала. А через пять километров, когда почувствовала, что вожжи выпущены, вот такое. Дай мораль всей этой истории. Писал Раф, великий автор книги «Сефер Митсот Гадоль». Он говорил следующее. После того, как сотворил Ашем ангелов, разумных и сильных, он сотворил затем животных, следующих за своими страстями. А потом он сотворил человека, состоящего из двух, духовного разума и материального тела. Все время, пока разум держит вожжи, человек может быть уверен в своем пути. Еще сказано, что у праведников сердце в их власти. Но в тот момент, когда извозчик засыпает, лошадь падает в яму. И об этом еще сказаны очень интересные слова. Никто никогда не задумывался, есть такие слова? Сейчас скажу, человека и скотину спасает Бог. В словах Давида. Что это такое? Объясняет трактат Хулина. Здесь говорится о людях, не имеющих знаний, ведущих себя как скотина. А люди умные знают в сердце своем, что в есть в них животная часть, и не выпускают вожжи из рук. А Бог, который следит за нами, помогает им в этом. Но тот, кто думает, что животное разумно и засыпает спокойно, пусть не удивляется, когда увидит, что вдруг свалится в канаву. Есть еще рассказ, который Кафицхайм когда-то говорил с лихот, когда все вкаялись в синагоге. И вдруг он постучал по молитвенной стойке, дал знак сохранить тишину и сказал, что мы здесь делаем вообще? Зачем мы рассказываем Богу, что мы согрешили, то, сё? Ведь это и так ему известно. Мы должны себе сказать, себе признать свои грехи и обязаться немедленно начать с чистого листа. Но в том-то и беда, что мы себя знаем и не уверены в возможностях перемениться. Мы маловеры в отношении себя. Еще святой Ор-Ахаим говорил, что грешников побуждал, когда раскаются, он получал один и тот же ответ. Мы готовы раскаяться, если пообещают, что мы тут же умрем. Ведь мы знаем, что продолжая жить, мы будем грешить дальше. Это страшная ошибка по одной простой причине. Да, иногда люди знают себя и знают, что они правы в том, что они слабовольны, бессильны иногда. Но они не помнят о помощи свыше, которой нет границ. Все, что от нас требуется, это действительно захотеть и сделать первый шаг. И тогда, написано, ты получаешь помощь с небом. Но люди иногда... Знаете, я еще одну короткую историю расскажу. В один город пришел новый проповедник, очень такая сильная проповедь. А в этом городе обычно жили люди, которые, ну, как мальчик сказать, иногда воровали курей, если у них такая профессия. И вот он пришел про грех воровства. Прихожанам очень понравилась лекция. В следующее воскресенье он развил эту тему и сказал, что не надо красть кур. Все, кто его слушали, выгнали его из города. Сказали, что сейчас вы перестаете читать проповеди. Вы стали вмешиваться в нашу жизнь. Понимаете, забавно, что люди соглашаются с законами на абстрактном уровне. А как только дело касается их самих, отвергают те же самые законы. Дорогие друзья, сказали наши мудрецы важнейшую вещь. Десять заповедей, это не десять советов. Это то, что обязаны выполнять всегда, хочется или не хочется. Иногда вот нашей скотине внутренней не хочется, но это никого не интересует. Спрашивать будет десять заповедей, десять законов. Десять заповедей, десять обязательств. Ну и чтобы закончить наш урок, есть еще в нашей недельной главе рассказ «Не делать себе идолов», там сказано. И вот потрясающие слова сказал рабе Ароны Скарлина. Эти слова можно перевести следующим образом. Не делай себя идолом. Не считай себя непогрешимым. Не делай себя таким, знаешь, что к тебе нельзя даже обратиться или сказать. Ты не идол, ты человек. Свойственно тебе ошибаться, но также свойственно нам и вставать, и идти вперед. Брахава, Ацлаха, хорошей недели, хорошего настроения. И вот чтобы закончились все эти бредни, которые мы каждый день слушаем. Все в руках Всевышнего. Брахава, Ацлаха.